Листья почти подпадают. Вот и начинается самая унылая пора. Безлиственная. Девочки, фух, с носа течёт фонтан. У меня или аллергия, или... Я простудилась, но мне кажется, что это аллергия, потому что я вчера увидела амброзию, четвёртый урожай, я возле неё стояла. Вот. По поводу бровей. Сейчас у меня брови накрашены инглотом. Но ещё мне на e-mail я пользуюсь. Я вам покажу, наверное, и обзор сделаю в инстаграме лучших продуктов, которые мне нравятся, бюджетных. Борю ругаюсь за вот такие вот ароматизаторы химические. Блин, лучше, мне кажется, сшить такой мешочек из кофе и повесить его. Это будет намного приятнее. Завтра-ка ужина-обед. Девочки, я яичницу не ела раз, два, три, пять лет. И сегодня поняла, что я не могу без неё. Просто сижу, работаю, хочу яичницу. Наложилась я, конечно, порцию такую девочковую. Ужас. Доброе утро. Когда солнце за окном, у меня аж просыпаться в разы легче. Хочется... Девочки, смотрите, какие у Бори кроссовки. Так, я не подходю, чтобы тень не падала. Подымешь штанину слегка. Это Джорданы, да? Да. Офигенные. Если б были такие женские вообще. Гляньте, какая кожа кожаная просто. Класс. И состояние идеальное. Но они и столько, гривен пятьсот, да, Павел? Наряд дня показываю. Моя шапочка любимая. К ней такой вот снуд. Пальтишка с укороченными рукавами. Там серое платье. И здесь джинсовые уги. Они внизу зимние, теплые. А тут, в этой части, идет более такая, просто ткань. Девочки, у меня тут дилемма вообще. Кто смотрит меня давно, я показывала, что, наверное, в году так, в шестнадцатом, купила вот такую картину за 15 гривен петчворк в секунде. Ксеночка. Кисюня, помогает мне. Ксена. В общем, картину такую купила. Долго подбирала рамку. Он, как обычно... Ну, вот так вот. Вот тут рамку подобрала, она по размеру не подходит. Потом думаю, ладно, если что, там обрежу. Боря мне уже рамку эту всю прибил, прибил картину. И тут я поняла, что я хочу эту картину видеть не на стене, а в другом месте. Я вам диайвай переделка моих пальто расскажу в каком. У меня сегодня борщ по программе. И будет еще перец и чеснок. И, может быть, даже горького перца добавлю в зажарку. Доброе утро, девочки. Я уже, видите, показывала вам этот шарфик. Я клею эту шапку и шарфик не снимаю. Такие они удобные. У нас 0 градусов, но на улице кажется, что все минус 10. 0? А, 6,5 градусов, но кажется, что минус 10. С гаража. А, это с гаража. Вот. Мои планы на сегодня. Сейчас мы едем кормить... О, кстати, собака Боря-то, помнишь? О, да. Она кормящая мамка. Сейчас я вам ее покажу. Вон, видите? Уже не видите. Какая же она невеста. Это надо было видеть, сколько к ней жеников приходило. Значит, планы мои. Сейчас мы едем в гараж кормить котиков. Потом мы едем... Мне девочка юбку купила. На новую почту отправим ей юбку. Потом мы едем в другой конец города. Мне там девочка Саша, моя знакомая, отложила свитер. Кстати, у Саши есть канал на YouTube. Классное видео она снимает. Покупаю кофту. У меня Боря подкидывает на остановку. Боря едет на работу. Я иду домой работать. А вечером, может, мы в гости поедем. Вот. Мама легкая. Пробей там цветок. Сколько намокали? Проехали в Порт-Сити. Мы сегодня кушаем. Цезарь, семга на гранатовой подушке, грибной супчик, Боря Наполеон и сок. Девочки, вы подумали, это ковер? Нет. Это вот эта кофта, что я вам рассказала, что я вчера ездила покупала. Блин, какая она классная. Гляньте, у меня нога тут валился. Вообще. Такое со мной впервые. Что, нога тут отпадает. Я вчера даже не заметила, как он исчез. Она одна в Мариуполе, такая кофточка. Очень классный рукав. Вот. Мне удивилась, даже Боре моему понравилась. Такая стильняшка. Я пью кофе из своей любимой кружки. Блин, конечно, хочу кофемашину, чтобы меня увидят. Зернышки распадаются. Вот. Но пока нету. И сейчас немножко почитаю письма. На почву почту проверю. Вот. Сегодня у меня вот такие планы, как обычно, домашние. Там поубирать, там постирать, там навести порядок. Творчество хочу, брошки делать. Но все у меня... Вот то, что больше всего хочу, откладывается постоянно в какой-то долгий ящик. Вася. Васенька. Привет. Приветики. Вот мое пальтишко. Привет, Сережа. Вот Сережа. Моя любимая сумочка, Гэз. Мы сюда в гости ездили. Вася, ты уже здесь? Ты мой-мой-мой. Красава. Чего ты боишься, Васенька? Вот такой, казалось, смелый котик. Беречка, у тебя Новый год, Беречка? Девочки, готовлю сегодня плов. Не знаю, достала гусякинцу старую, даже что из этого получится. И еще возмущаюсь. Достала две упаковки риса. Разные фирмы. Купленные недавно. И в обоих был жук. Я уже перебирала, как могла, только очищала. Ужас какой-то. Доброе утро. Все мои коты на одном кадре. Беречка и Яша там дуркуют. Это красотка. Ого, господи, лошади. Вот это вой. Он не особо игривый. Вот шишки собираются. Вот эти шишки нашла. Мы с дерева с любили. Все вкусно. Всем привет, девочки. Фух. У меня опять такой страх появился перед вождением после этой дурацкой аварии. Сейчас мне нужно ехать на ногти. Мои до такой степени отросли уже. Вот. Потом нужно встретиться с девочкой в платье, показать ей. Потом приехать домой работать. Вот. Блин, забыла выпить лекарство. Еще нужно лекарство выпить. Вот. Поехала я. Так, я уже съездила в город, продала платье. И сейчас бегу на маникюр. И так и не решила, какой я хочу делать маникюр. Блин, девочки, я, наверное, этой шапкой уже всех задолбала. Потому что я в Инстаграме в ней постоянно фоткаюсь. Я в ней постоянно хожу. А это вот тот бомбер, что я вам говорила в Харькове, что купила его. Блин, и забыла его в покупках секонда показать. Вообще там несколько вещей забыла показать. Хоть четвертый выпуск делай покупки из секонд-хенда. Вот. Что касается конкурса. Девочки, я делала опрос в видео. Прочти все сказали, что хотят. Конкурс будет в начале декабря. И конкурс будет не только для Украины, но и России. Я вместе с одной девочкой буду проводить. Такой маленький спойлер вам. Так. Потом в декабре будет очень крутое видео. Тоже я с блогером снимаю. Будет DIY, новогодний декор. Это вообще бомба. Там такие мы шедевры придумываем. Так что если вы еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы не потерять потом. Потому что будете искать. А я уверена, что будете. Ладно, побежала я на маникюр. Кстати, ой, сейчас я вам еще покажу кое-что. О, боже. Хотела вам свой рюкзак показать. Попрыхнулась. Вот это купила я в Среди Вариус несколько лет назад. Вот этот рюкзак у меня топ-сикрет. Ему столько лет уже, не знаю сколько, наверное, года 3-4. Кожа за мной очень качественная. Если в стоке найдете его, берите. Видите, здесь можно карманчики так вот отстегивать. И он, ну, сейчас покажу вам. Блин, тут так машина интересная едет. Что я не могу понять. Мешаю я людям припарковалась или не мешаю. Я на парковочное место встала. Вот так вот он застегивается. О, кстати, моя рука. Видите, у меня даже вена пробита. Это Бэричка все играет со мной так. Блин, не могу одной рукой застегнуть. В общем, вот здесь так вот застегиваются карманчики. Можно так и так носить. И взяла с собой на маникюр косметичку. У меня из нее деньги высыпаются. Пугаюсь я постоянно. Сегодня не могу никак переложить деньги. Кошелек. Сейчас косметички ношу. Это мои права. Мне очень нравятся вот такие вот обложки. Магазин, к сожалению, тут был кактус Мариуполь. Он закрылся. Там такие милейшества продавались. Вот моя термокружка Тапоровская номер 1. И такая же где-то номер 2 лежит. Здесь у меня Ромашка, Мелисса и... Скажите мне, что тут ромальчик остановился? Я хоть не на остановке припарковалась? Блин, слушай, ты сильно нервная. Ромашка, Мелисса, Каркаде. Все, побежала делать ногти. Видите, сколько у меня вкладок открыто? Это я работаю так вот. И хотела вам свои ногтики показать. Вот такие вот. Это девочка нарисована. Это не наклейка, это рисунок вот такой. Классно, мне Анечка сделала, конечно. Тут не видно, они у меня черные и синие. Это одна рука, а вторая рука вот. Супервумен. Очень нравится мне. Так аккуратненько Анечка делает. Вообще молодечек, вот видите. Нигде, ни заусеницы не остается. Лак очень ровно ложится. Ни реклама никакая. Просто я себя рассказываю и хвалюсь. Девочки, знаете, какие у нас изменения? У нас спилили деревья. И у меня теперь такой вид открывается на море вообще. Классно. Деревья эти были старые. Они были сухие и очень долго просили мы их убрать, потому что они скрипели и были опасными. Даже вот детская площадка, они могли в любой момент упасть на детей, на родителей, которые гуляют с детьми. Теперь так здорово. Такое вот солнышко, немножечко солнышко. И было бы все намного веселее. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.